Ну что ж, это видимо будет один из последних видосов такого характера за нынешнюю декаду, потому что в связи с новыми музыкальными и интернетными особенно возможностями, я просто реально вижу, что в ближайшее время я буду загружать гораздо более большие по содержанию и по объему файлы, потому что накопилось куча всего, но не было возможности так или иначе это скачать, то не было денег, времени не было, то не было трафика, то еще что-то не было, в общем, короче говоря, было не так просто это все. Но на данный момент все-таки посвятим эту тему, ну, все-таки посвятим ее только без оглядки на тех людей, о которых сейчас большинство подумало, а просто отвлеченно поговорим о группе Velvet Revolver. Итак, Velvet Revolver. Группа, которая фактически состояла из того же косяка, что и костяка и косяка, что и Guns N' Roses, то есть Slash на гитаре, он же был и основной аранжировщик этой группы, Дав Макага на бас-гитаре, на вокаре был очень-очень талантливый парень по имени Скотт Вейланд, знакомый некоторым по группе Stone Temple Pilots. Хотя в Stone Temple Pilots Скотт был немножко-немножко-немножко другим. И скорее по хронологии я бы сказал, что старые концерты Stone Temple Pilots, на них Скотт казался более старше, чем он казался на Velvet Revolver. Ну, с этим было связано много разных вещей. Ну, в том числе сделали очень большую историю насчет того, что Скотт слезал с тяжелых наркотиков. Однако в этой группе, во-первых, кто только не слезал с этих тяжелых наркотиков, некоторые не слезали даже никогда. А во-вторых, это то, что Скотт Вейланд вообще-то был очень противоречивой личностью. Ну, еще там было два человека, о которых сложно судить. Это барабанщик Мэтт Сарум, который, судя по тому, что сейчас мы его не видим в Гансен Розес, судя по тому, что образы, которые я видел лично в клипе, мне не внушали доверия к этому человеку. Честно говоря, неприятная личность. То есть, насколько Стивен Адлер был раздолбаем и все такое, и насколько нынешний барабанщик Гансов может быть менее техничен, Мэтт Сарум мне всегда казался этаким манипулятором, причем достаточно подлым, судя по его виду. То есть, у меня, в принципе, интуиция на лица хорошая. Вот человек с таким лицом, я считаю, что он во многом поспособствовал разладу и в старом Гансен Розесе. И вообще, я считаю, что это была, наверное, ошибкой, ребят, взять его на барабан. Но, с другой стороны, черт его знает, что там была за ситуация, и почему именно Мэтт Сарум, достаточно неизвестный к тому моменту, человек вдруг оказался в такой группе, как Ганс, да еще и на самом ее пике. В любом случае, конечно, это отдельная тема для разговора, кто там лучше был, Стивен Адлер, или Фрэнк, или Мэтт, или кто-нибудь еще. Но речь зайдет все-таки даже не о нем, и даже не о слыша, а вот именно о проекте «Велветревольвер» и о его фронтмене Скотте Вилланде. Конечно, можете сказать, что, конечно, все-таки львиная доля написанного материала «Велветревольвера» принадлежала Слэшу и Даффу тоже. И сейчас, когда Гансы снова поют эту песню, и когда, в общем-то, я слышу, что Аксель ее немножко-немножко, но все-таки поет он ее по-своему, и поэтому я считаю, что немножко не дотягивает до тех энергетик, которые давал Скотт. Скотт Вилланд – достаточно-достаточно странная фигура. Его имидж был изначально связан с какими-то вот такими вот, ну, если не около наркотическими, то довольно-таки вот на тот момент популярными нигилистическими такими веяниями. То есть такие вот потрепанные свитера, такая вот борода редкая такая, которая свисала аж до седы. На тот момент это еще не было элементом моды. Сейчас любой уважающий себя металюга и модника отращивает себе метлу длиной в 10 сантиметров. Кстати, это та причина, почему я этого делать совершенно не хочу. Это потому что я совершенно не хочу быть похожим на массовую культуру. Но Скотт Вилланд, так или иначе, имел очень-очень-очень сильную подачу со сцены. И вот сегодня я, ознакомившись с технологиями снятия клипа с Лидер, самой известной песни «Велла Тревольвера», которую даже я знаю наизусть, я впервые смог рассмотреть Скотта на интервью вот именно таким, каким я его не видел на сцене. Но, честно говоря, я не разочаровался. Наоборот, я был поражен именно вот подачей этого человека. То есть, во-первых, на сцене его поведение было очень-очень-очень близко к тому, что хотел бы, на самом деле, и пытался бы делать я, если бы я был более пластичен и более профессионален. И, наверное, пожалуй, все, потому что прошли мы с ним примерно один и тот же путь, хотя просто я не делал и не буду делать, и не хочу делать из этого, так сказать, большого big story, так сказать. Но я думаю, что часть ощущений, которые прошел Скотт, и часть, так сказать, ощущений, которые ощутил на себе я, были, в принципе, одни и те же ощущения. Поэтому в чем-то я его, наверное, понимал. Хотя тяжело понять американца, человеку, который рос в совершенно полярной культуре Америки. Скотт Виланд, как ни странно, несмотря на тонны косметики, которые на нем были, имел вот такое вот странное выражение лица, вот, о котором Берроуз говорил, рыбьи глаза. То есть, видно было, что даже если человек испрыгнул с тяжелой наркоты и с опиатов, все равно где-то там они его держали. Потому что взгляд его был все-таки направлен куда-то вовнутрь себя. И несмотря на бешеную энергию, несмотря на красивейшее, элегантнейшее поведение на сцене, несмотря на его очень творческий подход местами, и несмотря на то, что видно было, что этот человек совершенно-совершенно не претендует на роль оптимиста и счастливчика, который будет всех развлекать, тем не менее, вот, я жалею, что я не был на их концертах. Ну, во-первых, это у вас очень локальная группа. Я вообще не уверен, что они выступали где-то уж так уж широко, чтобы добраться до таких мест, где я бы мог их услышать на тот момент. Кроме того, они как-то очень быстро сошли на нет. То есть, когда я с ними, когда я ими начал серьезно интересоваться, уже оказалось, что Скотта на самом деле уже нету в живых. Тогда я начал читать его биографию. И первое, что мне показалось немножко странным, это то, что оказывается на момент, когда мега-хиты Велверта и Вальвера, как Стронг Писес, Слизер, ну, вот, допустим, они отлично сделали камер на Пинк Флойд, например, в свое время. То есть, голос у него был, что надо, несмотря на ни на что. Тем не менее, у Скотта было вот какое-то вот ощущение вот этой вот опытности жизненной. То есть, в его глазах читалось очень-очень-очень много, так сказать, моментов, которые ему дались нелегко. И его лицо было в чем-то очень своеобразно. Вот эта вот подача была человека, который, в принципе, измучен, которому очень тяжело держаться, который очень-очень-очень тяжело воспринимает реальность вокруг себя, которому крайне необходима была какая-то поддержка, видимо, с одной стороны. С другой стороны, видимо, он был достаточно замкнутый человек, насколько ему было тяжело давать эти интервью. Я не верю, что я мог увидеть Скотта Велланда в роли блогера, например, или в роли дающего интервью на MTV. Однако, уже тогда, ну, я не знал этого. Я думал, что он так выглядит просто из-за того, что, ну, жизнь его, так сказать, потрепала, да. Но я не знал, что ему 38 лет. То есть, в момент рассвета, когда я уже, так сказать, во все смотрел их клипы, ему было уже хорошо за 40. То есть, 41, где-то 42. Не так давно, буквально где-то года 2-3 назад, вдруг я был совершенно шокирован тем, что, оказывается, Скотта уже нету в живых. То есть, Скотт Велланда, оказывается, где-то, ну, можно посмотреть, когда, но, в общем, это было несколько, вот, ну, почти совпало, так сказать, с моим пиком интереса к этой группе, что Скотт в возрасте 48 лет просто не проснулся в своем, так сказать, на своей кровати, если это можно назвать, в туристическом автобусе, где он выступал с группой, которая играла, насколько я понимаю, то ли кантри, то ли блюз. Тоже странно, почему он именно этим увлекался, хотя я подозреваю, что это был такой человек, который увлекался, если уже чем-то, то увлекался серьезно и бескомпромиссно. Может быть, поэтому у них со Слэшем и не так легко строились отношения, и гораздо больше ему было легко общаться с Дэвидом Кушнером, потому что все-таки они со Stone Temple Pilots еще были более знакомы друг с другом. Возможно, что Слэш далеко не подарок по личным отношениям, хотя мне так не кажется. Бог его знает, это не наши тусовки, это не наш круг. Но меня очень заинтересовали подробности вот этой вот странной смерти, о которой я совершенно просто вот никак ни сном, ни духом не гадал, не думал. Я думал, что с ним все более чем в порядке. И вдруг выясняется, что картина там чем-то была схожа даже с картиной Курта Кобейна. А именно, во-первых, где-то полгода до смерти Скотт очень тесно общался с Кортни Ларр. И общение это, собственно, подразумевало, ну, сами понимаете, что может подразумевать общение с 50-летней Кортни Ларр. Я не думаю, что его сильно интересовал секс, я думаю, что его интересовало что-то покруче. И это доказывает также то, что было найдено при нем, когда он не проснулся. А именно, достаточно сильные синтетические опиаты, достаточно большое количество танквилизаторов, достаточно, скажем так, серьезное количество разных медикаментов. То есть, поговаривают о том, что Скотт мог пить раза в 4 больше, чем может выпить нормальный человек. За счет того, что он просто кокаином умудрялся как-то стабилизировать свое алкогольное опьянение. Тем не менее, последнее, наверное, выступление «Вилует револьвер», видимо, это действительно было последнее их выступление, когда следор прозвучал без вот этой вот, как бы, такой вот гимновой такой перестройки на припев, прозвучал просто на одном дыхании, причем с этим самым рупором, который Скотт старался вытаскивать по мере необходимости, хотя он его, говорят, просто обожал. Однако в 47 лет это был уже заплывший жиром человек, который явно было видно, что это не тот Скотт, которого мы увидели в период контрабанды и либертады. Это был совершенно-совершенно другой человек. Скорее он действительно был похож на какого-то вот певца кантри-блюза, а не на вот такого вот андеграундного глэмстера-рокера, такого, я бы сказал, нео-глэмстера, потому что все-таки Guns N' Roses – это, как ни крути, это глэм-группа. Хотя она, может быть, и имеет какие-то панковские элементы, может быть, она там немножко со всего понемножку собрала, но так или иначе ее основой был, безусловно, глэм, это калифорнийский рок-н-ролл, это Лос-Анджелес, хотя сам Аксель, по-моему, из Индианы, или Луизиану, но это неважно совершенно. Они типичная калифорнийская группа. Скотт Вилланд же все-таки происходил из немножко других кругов, и под конец вот этот вот достаточно грузный человек, которому уже совершенно не шли вот эти вот брюки в обтяжку и все такое, тем не менее все еще с этим вот странным шарфом и всем этими делами все еще продолжал вот с этой вот потрясающей пластикой двигаться по сцене. И достаточно при этом оптимистично выглядел, то есть не было вот этой вот боли, которую он постоянно излучал. Я видел выступление Слэша с песней Слизер с другими вокалистами, от Акселя Роуза до вот этого вот парня, который с ним выступал во время акустических концертов. Можете посмотреть, я его имя, к сожалению, сейчас просто вот вылетел у меня из головы. Но Скотт Вилланд был по-своему, по-своему, очень-очень-очень самобытной и уникальной фигурой. Что же произошло в тот странный зимний вечер, когда Скотт отправился спать и не проснулся? Черт его знает, честно говоря. Может быть, ему было слишком холодно, и он решил этот холод как-то убрать, но перестарался. Может быть, просто его сердце устало. Может быть, он действительно в жизни прожил столько, что ему эта жизнь уже была никак не милая, и он уже не хотел просто, у него не было никакой мотивации ее продолжать. Кстати, страшное состояние, между прочим, когда вроде ты жив, а для чего ты жив, ты не сильно знаешь, потому что не так-то оно все просто. Ну да, можно сказать, что Гансен Розес не умеет играть, можно сказать, что что-то там не то, что-то там не так, но факт остается фактом. В этой группе было очень много неприятных историй, и то, что она смогла вообще превозмочь вот эти вот дрязги, суды, и вся вот эта вот гадость, все-таки каким-то образом слилась к анализации и уступила место свободному творчеству. И Аксель Роуз не менее привлекателен, как шоумен, чем он был, и в 30 лет, и в 40 лет, и в 50. И будет, я надеюсь, потому что эта группа, к счастью, не становится старше. Мне это очень нравится. Но насчет Скотта Виланда все-таки жалко мне этого парня. И вот где-то это все повторяется все-таки. Вот тусовка с Кортни Лав, которая, в принципе, обладала каким-то странным полем, которое заставляло тех, кто с ней был, покидать этот мир по тем или иным причинам. Ведь в суицид Кобейна многие до сих пор не верят. Однако и в убийство тоже поверить сложно. Был ли это суицид, и было ли это убийство? Не было ли это чем-то третьим, о чем мы просто не можем говорить, потому что мы об этом ничего не знаем. Вот. Так что это видео я целиком посвящаю памяти Скотта Виланда. Я считаю, что одной из наиболее ярких фигур рока и наиболее недооцененных фигур рока. А для тех, кому интересно, что это был за человек, и как он именно действовал на людей, я рекомендую просто посмотреть несколько клипов группы Веллет Револьвер. Ну вот. А дальше вас ждет небольшая революция на моем канале, потому что у меня есть несколько больше интернетных ресурсов. И теперь я, наверное, смогу сделать то, что я уже очень давно хотел сделать. Пока что я вас заинтриговал, а дальше посмотрим. Извините за слишком долгое видео, но хотелось с вами поговорить. Заодно пользуюсь случаем передать привет всем тем, кто со мной здесь общается, и сказать, что я очень рад получать от вас комменты. Я всегда стараюсь на них отвечать. Если я на них по какой-то причине не ответил, то это не значит, что я такой плохой или что я такой сноп, просто, скорее всего, что до меня не дошло уведомление, потому что у меня действительно нет компьютера. Мне просто нафиг не нужно. Когда понадобится, он у меня обязательно будет. Но пока что мне вполне хватает того, что у меня есть. Ну все. Всем cheers. И я надеюсь, что через пару дней вы увидите что-то более содержательное. Сейчас. Всем пока.